Всем привет, с вами Азда ТВ и сегодня у нас в гостях Валентина Чупик, бесплатный юрист для мигрантов. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. С Валентиной мы сегодня поговорим об ужесточении России правоприменительной практики для трудовых мигрантов из Центральной Азии. И, соответственно, первый вопрос нашему гостю, почему происходит это ужесточение? Ну, это предвыборная кампания, это еще не самый худший год. Самый худший год у нас был 2013. Правда, 2018 был лучше, но 23 год он, так сказать, в русле предвыборных годов в России. Каждый раз российские власти пытаются отвлечь внимание от своих собственных успехов и от своей собственной замечательной социальной политики тем, что переключает внимание, агрессию населения на легких врагов. Легкими врагами являются те, кого можно быстро победить, за кого никто не заступится, и те, кого легко увидеть в толпе, которые сильно отличаются, которых легко ненавидеть. Вот, как правило, это мигранты. Периодически они пользуются еще ЛГБТ, но их сложнее отличить в толпе. Они не ходят непрерывно с радужными флагами. Поэтому мигрантам уделяется куда больше внимания, потому что их легче опознать, и поэтому легче ненавидеть. Что происходит? На фоне того, что на самом деле законодательно в основном смягчается, правоприменительно ухудшается. Что я имею в виду под законодательными смягчениями? Это возможность для мигрантов самостоятельно вставать на миграционный учет. Я хочу призвать всех мигрантов, чтобы они не покупали эти фальшивые регистрации, потому что фальшивая регистрация это не та, которая не в базе. Фальшивая регистрация это та, по адресу которой вы не живете. А чтобы вы, вы же все равно заключаете договор с собственником жилья, брали этот договор, копию паспорта, брали из реестра недвижимости выписку о том, кому принадлежит эта недвижимость, и своими ножками шли и вставали на миграционный учет. Снимайте на видео, если вам будут отказывать. Присылайте нам эти видео, мы будем вас совершенно бесплатно защищать. Происходит смягчение в том смысле, что людям дефицитных профессий, а таких в России 187, можно уже за 6 месяцев работы по трудовому и гражданско-правовому договору, неважно по какому, но официальные работы, получить вид на жительство. То есть это хорошие, в общем-то, изменения. Я считаю замечательными изменения в закон о гражданстве, не позволяющие получить гражданство по 3 годам брака с россиянами, потому что это ликвидируют фиктивные браки и ликвидируют дурацкие расходы, и ликвидируют тюремные сроки для тех, кто воспользуется и потом его выявит. Прекрасными, я считаю, изменения, позволяющие лишать гражданства вместо тюремных сроков. Это чудесно. Замечательные изменения, позволяющие содержать мигранта в центрах временного содержания, в депортационных тюрьмах, не более 90 дней. Это прекрасные изменения. Что происходит на практике? Когда мигрант самостоятельно приходит сдавать на миграционный учет, ему рассказывают про то, что мы не знаем, как это делать. Мы еще не пробовали, поэтому мы вам этого делать не будем. На самом деле, они просто не хотят, потому что, если вы не будете покупать фиктивные регистрации, то вы не будете посленно давать взяток сотрудникам отделов по вопросам миграции, которые, собственно, и продают эти фиктивные регистрации через посредников ваших земляков. Кроме того, вы не будете давать взятки полиции при проверке этих документов. Им просто экономически нецелесообразно, чтобы вы становились самостоятельными. Боритесь за свои права. Я уверяю вас, вы победите. И мы вам поможем. И это всегда бесплатно. У меня еще нет практики обращений за видами на жительство по шести месяцам официальной работы. Но я думаю, что там тоже будут попытки ограничения, потому что старая норма позволяла получать вид на жительство по дефицитной профессии только через год работы и исключительно по трудовому договору. Думают, что да, это будут ограничивать. Ну, в смысле содержания в спецприемниках у нас еще нет практики, потому что вот закон подписан вчера. Поэтому ничего еще на эту тему сказать нельзя. Надеюсь, что он будет работать, потому что это четкая директивная мера. В этом году у нас 8,5 раз увеличилось количество кейсов физического насилия со стороны сотрудников полиции в отношении мигрантов. Если раньше били тех, кто не дает взятки или кто очень активно себя ведет, то сейчас просто всех подряд бьют при задержании. К сожалению, мы вот с этим сталкиваемся в течение всего этого года. Увеличивались задержания детей на школьных спортивных площадках, потому что нацисты устроили истерику в начале года о том, что мигранты якобы захватили спортивную площадку школьную. И после этого любых лиц неславянской внешности стали задерживать на спортивных площадках. Причем в том числе школьников. У меня есть два кейса задержания школьников. Причем одного похитили с урока физкультуры. И он находился на своем уроке физкультуры. Его полицейский забрал с урока физкультуры и обращался ко мне. Физрук. Много достаточно вымогательства. Его примерно столько же кейсов, сколько в прошлом году, при том, что количество мигрантов сократилось. Это означает, что процент вымогательства вырос. Стали очень активно возбуждать дела за использование заведомо-недействительных документов в виде использования регистрации не на адрес проживания, особенно если эта регистрация есть в базе. Еще раз прошу мигрантов не покупать регистрации. Лучше вообще никакой регистрации, чем на адрес, где вы не живете. Потому что никакой регистрации – это депортация на 5 лет, а регистрация на адрес, где вы не живете – это год тюрьмы. Плюс депортация пожизненна. Не надо так делать. Есть очень громкая истерическая практика запрещения каких-то профессий мигрантам по разным регионам России. И есть законопроект, которым мигрантам хотят запретить работать в такси. Он прошел первое чтение в Думе, находится во втором. Вполне вероятно, что его примут, но эти ограничения весьма несущественны, носят скорее коррупционный характер. Таджикским мигрантам вообще практически нечего бояться, потому что профессия таксиста очень специфичная. Нужно иметь российские права. Мало кто из таджикских мигрантов готов их оформлять для того, чтобы работать в такси. Нельзя работать за пределами региона, где вам выдан патент. И таксисты – это люди, которые чаще всего получают запрет на въезд на три года за два и больше административных правонарушения, потому что даже если они не сделают два правонарушения за три года, то на них сфальсифицируют их. Поэтому таких мигрантов, работающих в такси, практически нет. Поэтому тут особо бояться нечего. Также практически нету мигрантов, работающих в школах, учителями и медработниками в медицинских учреждениях. И в аптеках практически нету мигрантов, работающих из Таджикистана. Поэтому тоже тут опасаться нечего. В основном это шумиха, по большей части. Это насилие. Но, в общем-то, ничего кроме. А есть ли какая-либо реакция правительства стран Центральной Азии на тот беспредел, который сейчас в России учиняют силовики в плане устройства разного рода облав на мигрантов? Ну, в начале года, когда были массовые облавы на кыргызских мигрантов, подчеркиваю, на кыргызских, каджикских, касалось боком, таджиков среди задержанных было меньше четверти, кыргызов процентов 70. Так вот, на облавы на кыргызских мигрантов с насилием реагировало посольство Таджикистана. Низкий им поклон, что они единственное посольство стран Центральной Азии, которые реально отстаивают интересы мигрантов. Другим посольствам либо страшно, либо плевать. Тогда посла России вызывали на ковер в Таджикистане. На фоне вызова российского посла на ковер в Узбекистане можно видеть разницу между отношением государства к своим гражданам. В Узбекистане посла на ковер вызвали за то, что Пелевин заявил, что хочет присоединить Узбекистан к России. А российского посла в Таджикистане вызвали за то, что таджикских мигрантов, в частности студентов, избивали в общежитии. Вот это большая разница. И спасибо такой реакции правительство Таджикистана на своих граждан. Вообще роль правительства в том, чтобы защищать именно граждан. И я подчеркиваю все удачи любых правительств. И я очень прошу правительства задумываться о том, что они живут вообще-то на деньги этих граждан. И дело даже не только в налогах, которые правительство собирает и пилит. А дело в том, что если они не будут защищать своих граждан, то эти граждане будут неспособны содержать свои семьи. И вот тогда эти правительства снесут однозначно. А помимо реакции правительств стран Центральной Азии, была ли какая-либо помощь, поддержка оказана со стороны международных организаций в решении проблем, связанных с ограничением для трудомых мигрантов? Если речь идет о межгосударственных организациях, типа структур ООН, типа международной организации по миграции, нет. Это самые трусливые люди, которых ты знаешь. Они прячутся, они всего боятся, они боятся даже публиковать статьи, которые сами заказывают, то есть не заказывают статьи, потом читают, что получилось по результатам исследований, говорят, нет, мы это публиковать не будем, нам страшно. Нас выгонят. Хотелось бы, конечно, чтобы межгосударственные организации исполняли свою реальную роль, для которой они были созданы, для которой их содержат. Вообще-то тоже мы, налогоплательщики, содержим их через свои государства. Что касается международных организаций, ну, наша организация тоже международная. Мы только и делаем, что защищаем мигрантов. Вступались эмнести за пыточные условия содержания в колониях из-за принудительной вербовки, но это было в 22-м году. Они выпускали публикации на тему облав на мигрантов, но они тоже делают глупости, они тоже называют россиян мигрантами, что на самом деле мигрантофобия. Люди, получившие российское гражданство, мигрантами не являются. Совсем нет. Это новоприобретшие гражданство РФ. Здесь речь идет не о мигрантофобии, а о расизме. И это внутрироссийское дело. Конечно, международные организации должны ставить на вид Российской Федерации, что она практикует расизм в отношении своих граждан. Но это не про мигрантов, это просто про другое. Когда мы неправильно артикулируем проблему, эта проблема не решается, потому что правительство может легко отказаться, сказав, что мы этого не делали. И будет право. Не нужно давать правительству шанс отказаться от того, что они реально делают. Неправительственные организации, к сожалению, тоже сильно крусят. Мы работаем в рамках международного проекта. Наши коллеги трусливы до невероятия. Они боятся даже просить мигрантов защищать свои права при отказах им в постановке на миграционный учет и при найме их через посредников. То есть они просят. Я не могу объяснить такого поведения, что вы собрались, какая вы организация, когда вы просто сидите и боитесь. Ну вот, так есть. К сожалению, да, это большая проблема и касается она не только мигрантов, но и в целом разного рода других международных взаимоотношений, в которых должна участвовать та же ООН, но не принимает какого-либо адекватного участия. Организация озабоченных наций. Да, да. А какие вообще в целом альтернативные возможности могут иметь трудовые мигранты, если они все-таки оказались в числе тех, которых выдворили из страны? Ну, альтернативных возможностей завались. Я всегда говорю мигрантам, которых выдворили или которым поставили запрет, что на свете еще вообще-то 196 стран и почти все лучше России. В отличие от граждан России, наши мигранты сейчас достаточно легко получают трудовые визы в Европу. Только не надо вестись на фирмы-посредники, которые обещают вам визу за 5 минут и отправку. Вам нужно непосредственно контактировать с работодателем, а для этого, извините, надо знать язык. Языки надо учить. Это очень важно. Это будущее вашей успешной миграции. И Великобритания берет практически без знания языка на сельхоз работает. Там есть всего три крупных скажем так агентства, которые привозят мигрантов. Другим это просто запрещено. И этим агентствам относительно можно доверять. Безусловно, они пьют кровь с мигрантов, они наживаются на мигрантов. Вообще мигрантам за этот труд платят 12 фунтов в час, а они выплачивают мигрантам 9,50. То есть они с каждого мигранта имеют 2,5 фунта за каждый час их работы. Это конечно амства. Но тем не менее мигранты реально на этих работах защищены, они реально получают зарплату. Если вам удастся непосредственно связаться с агрохолдингами, с фермерами, вы будете получать свои 12 фунтов в час. большое количество производства в Венгрии и в Польше и в Чехии берет на работу мигрантов из Центральной Азии. Наши мигранты трудолюбивые, терпеливые, нетребовательные. И там они могут получать порядка 7-8 евро за час работы. Под нашими мигрантами, я так понимаю, вы подразумеваете мигрантов из стран СНГ, да? Да, я же сама такой мигрант, поэтому я себя воспринимаю так же и они для меня наши. Теоретически у меня нет такой практики, но теоретически наши мигранты могут поступать в немецкие и австрийские колледжи. Если вы думаете, что это расходы, нет, образование в этих странах бесплатно, в том числе для иностранцев. А колледж это не просто учеба, это фактически работа на производстве, правда, с ученической зарплатой. Но я думаю, что ученическая зарплата в 2,5 тысячи евро по сравнению с полноценной зарплатой в 4 тысячи евро вас все равно устроит больше, чем зарплата максимум в тысячу евро в России, где вас будут регулярно бить и грабить учите немецкий, поступайте учиться, я вас уверяю, вы преуспеете. не знаю, советовать ли людям ехать в США через Мексику, опасно, очень много гибнет, но сейчас, живя в США, я вижу большое количество мигрантов, которые приехали через Мексику, далеко не все они умны, некоторые из них прыгали через забор, и поэтому их просто депортируют через год после пребывания, но они за этот год умудряются зарабатывать по 5 тысяч долларов в месяц, и они счастливы, что их депортируют через год, потому что их не депортируют сегодня, но большинство из них все-таки достаточно умны, они воспользовались программой CBP-Bank, они имеют право на получение убежища, формальное право, и даже если они не имеют основания для получения убежища, они могут перейдя по CBP-1 получить гуманитарный пароль, это означает, что они сразу могут подать на разрешение на работу, которая стоит 410 долларов и действует по всей территории США, зарабатывать 4-5 тысяч долларов в месяц абсолютно официально, ожидать своего интервью на убежище в течение 5 лет, а потом быть депортированными на 10 лет. Ребят, по-моему, это круто, вот честно. Я заполняю людям заявки на убежище, в большинстве случаев нет у них никаких оснований для этого убежища, но я вас уверяю, 5 лет они здесь прекрасно живут, заработают для всей своей семьи. Так что альтернатив много. Я не очень советую Катар и Объединенные Арабские Эмираты, да, там зарплаты хорошие, но там официально установлено рабство для иностранцев. То есть это официально у вас отберут паспорт, вас имеют право бить, вас имеют право продавать от одного работодателя к другому работодателю за деньги, как товар. То есть я эту страну не советую, это вот две страны, которые реально хуже, чем Россия. Это Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Другие страны я вполне могу советовать. В Турции у меня в основном восторженные отзывы от мигрантов, которые говорят спасибо вам большое, что вы нас надоумили. Если у вас нету российского паспорта, то вы можете получить икомет, разрешение на проживание и работу, устроитесь официально, платите налоги, вы можете работать в четырех местах неофициально, в одном месте официально платить налоги и зарабатывать вы будете неплохо и будете жить официально и сможете вполне содержать свою семью. У меня есть хорошие отзывы из Индонезии и Малайзии, у меня есть хороший отзыв из Индии, казалось бы, нищая страна с крошечной зарплатой, но люди, которые туда поехали, достаточно квалифицированы и поэтому они там зарабатывают хорошо, потому что основная часть населения там не имеет даже среднего образования и не имеет никакой профессии подтвержденной, те, которые мне сообщали, они имеют, они закончили строительные колледжи в Узбекистане, и они зарабатывают хорошо, они зарабатывают по 2,5 тысячи долларов в месяц и не сталкиваются с дискриминацией, так что альтернатив полно, конечно, еще одно направление для работы правительства это искать альтернативные пути и открывать альтернативные пути, при этом я категорически против организованного набора, потому что каждый организованный набор превращается в рабство вот просто каждый поэтому я думаю, что роль правительства состоит в том, чтобы заключать межправительственные соглашения о возможности такой миграции, не вмешиваться в сам процесс миграции и защищать силами своих представительств миграционных ведомств и дипломатических представительств права мигрантов в случае их нарушения, вот это самое то, чем должно заниматься правительство это и легче и дешевле конечно невозможно будет сделать коррупционные доходы но вообще коррупция это не цель существования правительства если вернуться все-таки к России и вспомнить о том, что сейчас там массово нарушаются права мигрантов вы можете в целом дать какие-либо рекомендации для самих иммигрантов чтобы они могли улучшить свое положение в той ситуации когда их ущемляют в России во-первых я вас очень прошу учить несколько законов это не так сложно и там особо нечего знать вы должны знать закон о правовом положении иностранных граждан закон о миграционном учете иностранных граждан и закон о полиции ну и 18 главу административного кодекса больше учить в этой сфере в общем-то нечего это не сложно это не трудно если вы будете это знать вы сможете гораздо лучше защищать свои права кроме того я вас прошу если вы понимаете что вас толкают на нарушение закона не совершайте этих нарушений вот сегодня у меня была история с кыргызскими мигрантами которые в субаренду сняли квартиру в итоге там произошло ограбление сидят все и всех депортируют если бы они сняли напрямую не в субаренду они могли бы там зарегистрироваться и не было бы этих проблем никаких которые есть у них сейчас третье я вас прошу не искать диаспоры а обращаться к бесплатным юристам их довольно много в частности наша организация предоставляет абсолютно бесплатную юридическую помощь напишите в гугле бесплатная юридическая помощь в гугл-картах даже напишите вам выкинет парочку адресов ну да они будут там я не знаю 100 километров от вас но наверное проехать 100 километров сильно дешевле чем отдать деньги какому-нибудь эфиристу мы все время сталкиваемся с плодами деятельности всяких адвокатов и всяких диаспор которые выпотрашивают буквально мигрантов вытаскивают из них все деньги в лучшем случае не делают ничего в худшем случае подставляют уголовную ответственность и что с этим делать потом разгребать значительно дешевле чем на первой стадии вы ищите бесплатное оно есть и всегда будет лучше чем платное потому что бесплатно вам помогают те кто получают гранты а гранты получают только те кто лучше всех работает если ты работаешь не лучше всех тебе грант не дадут спасибо большое вам Валентина за это интервью было действительно очень важно познавательно и полезно с вами было Азда ТВ спасибо всем зрителям за внимание до скорых встреч всего доброго до скорых встреч до скорых встреч Продолжение следует...